Приветствую всех, это Система. 10 октября. Вся Украина подверглась массированному ракетному удару. По всей стране было выпущено более 80 ракет, большую часть которых удалось сбить. Всем важно понимать, каждая выпущенная ракета – это отдельный теракт в отношении Украины и наших граждан. Главные цели обстрела – объекты критической инфраструктуры и в первую очередь энергетики. Так Путин мстит якобы за взорванный спецслужбами Украины Крымский мост. Судя по оперативности, с которой там провели расследование, обвинили Украину и ответили обстрелом, складывается впечатление, что хозяину Кремля очень была нужна эта диверсия с мостом как повод для очередной атаки. Российский президент уже не владеет ситуацией. Спустя 7,5 месяцев войны для ударов по Украине ему нужен повод и даже оправдание. Неважно на самом деле, кто взорвал мост – свои же ФСБшники или украинские спецслужбы. Нужно оправдание для своих граждан, которые испытывают все больше дискомфорт от этой войны. А также аргументы для остатков своих союзников, чтобы хоть как-то оправдать свои действия. Ракетные удары по объектам украинской энергетики – это не спонтанное решение Путина. Это заранее тщательно спланированная кампания, о которой давно известно не только западным спецслужбам. Цель – развалить энергосектор накануне отопительного сезона. Поэтому повод с Крымским мостом, как ответка, более чем надуманный. Впрочем, если удары по Крымскому мосту действительно дело рук украинских спецслужб, то реакция в виде ракетного обстрела мирных городов Украины в утреннее время – это скорее признак истерики и агонии. У Путина нет возможностей ответить на фронте. Там его войска уперлись в тупик. Поэтому ответить решили подло терактами по мирным городам. Взорванные ТЭЦ, подстанции, парки, жилые здания – все это исключительно гражданские объекты. По Крымскому мосту в оккупированный Крым перебрасывается техника, боеприпасы, горючее, личный состав. То есть все для войны в Украине и причем задолго до начала этой войны. И только по этим критериям Крымский мост можно вполне считать военным объектом. Кремль использует взрывы газопроводов северных потоков и подрыв Крымского моста для манипуляции со своим населением. Создание образа врага, угрозы нападения и существованию России. Все это для повышения мотивации призывников, контрактников и мобилизованных служить и воевать. Что касается рядовых граждан, нагнетание страха призвано потушить растущие протестные настроения и негодование от мобилизации войны. Удары по критической инфраструктуре призваны посеять панику среди украинского населения, вызвать очередную волну беженцев на фоне страхов новой эскалации в войне. Это просчитанный сценарий Москвы. Ударить в тыл и воспользоваться паническими настроениями. Еще одна цель – вызвать в обществе волну недовольства действиями украинского руководства и подтолкнуть к переговорам с РФ. Путин, играя с ракетами, пытается шантажировать мир и подталкивает ряд правительств поскорее вынудить Киев переговором на выгодных Москве условиях. Уже через несколько часов после прилетов турецкая сторона снова напомнила о своей готовности стать посредником, но Кремль практически моментально отреагировал готовностью обсуждать этот вопрос в формате США, Германия, Франция и Великобритания. Как говорится, разыграно по нотам. В последние дни кто только не намекал на необходимость скорейших переговоров. И миллиардер Илон Маск, и экс-президент Трамп, и американские и европейские политики, ну и тот же турецкий лидер, который всеми силами тянет президента в Стамбул. Пугая планету перспективой ядерной войны, кто-то, похоже, очень сильно старается спасти имидж русского президента, вытаскивая из рукава новых спикеров и новые аргументы. Российское руководство панически ищет выход из этой войны, понимая, что победить уже не удастся, а признать поражение – ой, как опасно. В Кремле осознают, что за эти ракетные удары будут очередные санкции и ограничения, но там готовы к потерям, там блефуют и пытаются идти ва-банк. Ракеты – это, по сути, финальный шантаж. Ракетами русский пытается пробить стену, чтобы вырваться из этого тупика. Поэтому, к сожалению, вероятность новых ракетных ударов остается слишком высокой. В сложившейся ситуации Киев вправе требовать от Запада следующее – усиление противовоздушной обороны по всей стране, увеличение военной помощи, и как раз на этой неделе пройдет очередной «Рамштайн» – встреча министров обороны стран НАТО. Новый пакет помощи для прохождения отопительного сезона, ускорение рассмотрения заявки на вступление в НАТО. И здесь Киев может давить. Жидкие соболезнования генсека НАТО Столтенберга и дежурные обещания помогать – это точно не то, на что рассчитывает Киев. Ну и, наконец, дополнительная финансовая помощь Запада для укрепления экономики. Следим за развитием ситуации вместе. Мы системно отслеживаем и анализируем то, что действительно важно. Поделитесь этим видео и оставьте свой комментарий.